блендер 281 и хотелось бы в этом ролике ответить подписчику именно на вопрос почему и как это все сделать что происходит и так далее вот эти все слова давайте разбираться с моделью что у многих не получается да где то что то пропустили есть вот модель нажимаем мы устанавливаем кости по прошлым роликом и мотаем включаем кости заходим в режим объектный режим мотаем колесиком и жмем генерация вы видите что генерируется именно наш скелет вот так вот он получается почему выходит вот такая штука во первых модель больше скелет вытягивался именно подгонялся и увеличивался модель нужно уменьшить вот до этих размеров нажимаем с вот так и теперь можно молом единица на нам ради что все ровно было опускаем вот до этих размеров опять же следим вот за ногами чтобы все четко надо еще немножко его сделать больше щелчок и немножко опускаем вот до этой нижней полосы вот до этого круга сгенерированного центра так смотрим единица на нам ради ноги немного ниже это надо подправить и немножко опять же приподнимаем вот эти кости с которыми мы генерацию производили можно дилит удалить они нам уже не нужны потому что скелет вот он он уже сгенерирован смотрим чтобы все совпадало но она будет совпадать потому что генерация происходит именно модель скелет уже подогнан по модели и модель просто нужно подогнать давайте теперь попробуем все это дело объединить нажимаем на модель control так shift нажимаем на кости и жмем control пи жмем с автоматическими весами сейчас будем смотреть что произойдет и потом будем уже решать эту проблему вот написана надпись установка тепловых весов не найдены кости и далее откуда и что происходит все зависит вот от модели у модели не подходит сетка печально трагично да все это нужно поправлять также то же самое будет происходить и с другой моделью сейчас я вам покажу вот эту модель можем удалить делить и нажать допустим новую модель и импорт об формат нажимаем допустим вот эту модель сейчас она подгрузится вот вы видите насколько она больше тройка на нампаде с уменьшаем кстати кости уже сгенерированы они подойдут если модель будет нормальная рабочая то вот эти кости к ней прилипнут так давайте смотрим опять же подгоняем модель только здесь уже кулаки именно сжаты в кулаки пальцы опять же с уменьшаем и опять же все это дело подгоняем увеличиваем подтягиваем ну словом вот такая штука так ну еще можно с немножко вот так вот смотрим вы видите что модель опять совпала потому что она идентична только за исключением вот кистей рук вот такая штука ну и попробуем опять же да control так нажимаем на shift на кости control и с автоматическими весами вот появляется та же самая надпись для одной или более кости короче словом модель не подходит сейчас будем разбираться почему и для этого нам понадобится сначала программа netfab я не уже показывал сейчас вот эту модельку берем и заходим в файл и сохраняем так экспортируем формате на рабочий стол десктоп и нажимаем надпись ну допустим 44 сохраняем экспортируем и идем теперь в программу netfab посмотрим в чем же проблема и вот такая вот программа netfab вот загрузилась модель сюда вы видите что восклицательный значок стоит значит с сеткой что-то не так вот так все это дело выглядит смотрим что можно сделать нажимаем на лечение нажимаем на лечение и вот сейчас вы увидите все эти косяки вот из-за этих моментов вот под шапкой вот здесь вот на кистях красный цвет вот это вот здесь сетка и не дает привязаться костям вот так все это гадко выглядит из-за чего что была уменьшена именно уменьшены и вот так все произошло переломалась как это все дело лечится лечится это нажимаем автоматическая repair нажимаем экзекуция типа профилактика и вот когда вы нажали вы видите что красные вот эти части по-любому остались но это еще не показатель если модель сейчас покажет что она вылечена вот видите на шапке красные моменты вот эти они еще есть желтые убрались ну давайте теперь жмем remove of paint и вот вы видите что модель не вылечилась но если вы ее сохранять начинаете экспорт пейнт допустим в формате сейчас вы увидите какая выскочит надпись находим допустим куда она не заменяет файл она добавляет надпись repaid типа вылечена и вот высвечивается вот такое окошко вы видите что здесь вот должно все по нолям стоять вот это вот триангуляция и edges edges это вот ребра ребра 305 edges должно все по нолям стоять словом жмем оптимизация вот все теперь оптимизировалось и экспортируем и посмотрим как модель вылечилась или нет пойдет она теперь в блендер ну будем теперь смотреть все теперь программа нам это не нужна в дальнейшем я покажу как все это дело исправить и как это все дело применить в другой программе теперь мы удаляем вот эту модельку жмем жмем единица на нампаде и попробуем файл теперь импортировать вот этот после лечения файл общ и находим его на рабочем столе подписанный уже с repaid 44 repaid подгружаем он сейчас должен полностью стать именно в это место потому что мы его вот именно таким и сохраняли и посмотрим если не привяжется то надо уже конкретно изменять сетку словом модель нужно полностью будет сетку переделывать вот есть теперь shift нажимаем на ребра ну пардон да на ребра на кости и жмем ctrl p видишь автоматику виджет смотрим если появится сейчас надпись это то будем дальше продолжать лечить модель ну вот пока она не появляется происходит какая-то работа хороший показатель если долго нету никаких надписей в процессе работы значит все работает значит все работает и вот вы видите что никакой надписи не произошло рамка свернулась все модель готова модель вылечена вот такая вот штука ну смотрим заходим теперь в режим позы тройка на нампаде вот так все устанавливаем смотрим включаем подошву тройка на нампаде и жмем g все нога работает вы видите что все работает модель легко себя ведет у нее низкий полигонаж поэтому все нормально если вы загрузите модель высокополигональную будет у вас глюк будет у вас гон тут и так далее ну что давайте рассмотрим теперь другой вариант так ctrl z вот эту вот модель которая уже получилась после лечения которая срослась с костями вы можете опять же нажать файл нажать сохранить как уже в формате Blender и допустим написать rig какой-то такой-то рабочий или базовый или базовый так этот rig у меня уже есть я снимаю уже работал так ну словом все это проезжаем погнали теперь в the brush вот мы теперь в the brush также можно зайти в 3d quad также можно зайти в маю там я показывал как изменять там сетку ретопологию делать автоматическую и так далее словом смотрим что может нам дать the brush в этом плане опять находим вот эту модельку именно ту же самую битую так главное вспомнить где она находится так модели модели для роликов вот болван 2 вытягиваем болвана и смотрим в чем же вся тут фишка ставим поле F документы можно поставить чуть-чуть прозрачней shift левая кнопка мыши выравнивает alt левая кнопка мыши носит верхницы вот тут ну смотрите словом ролики предыдущие вот в принципе да неплохая сетка все нормально вот все вроде сделано так drive size кисточку поменьше alt левая кнопка мыши ну вот они находятся вот их даже тут уже при уменьшении полигонажа вы видите вот они вот это вот над шеей это можно просто выгладить шифтом вот так здесь вот на шее вы видите что совсем другая сетка так alt левая кнопка мыши вот здесь уже пошли треугольники и так далее это вот печально давайте попробуем дело это все тут исправить первым делом это опять же все по предыдущим роликам за рмш делаться не будет тут вот проблемы он просто не сможет вот эти вот части сделать если за рмш долго не делается на низко полигональной модели ну значит все ск нажимайте и делайте вот так вот ну опять же насколько это правильно я не буду судить но у меня после вот этого после этой операции все начинает работать в саптулах делаем сначала дубликат чтобы перенести потом с низко с высокополигональной детали на низкополигональную и переключаемся на верхнюю вот эту вот модель теперь заходим в геометри находим дайна мэш и вот здесь уже вот такая штука у нас сейчас 80 тысяч полигонов в принципе нормально для импортирования в блендер и 80 тысяч работает нормально ее можно еще уменьшить до 40 и так больше но уже ни лица не будет видно ну словом будет уже low poly так и короче ставим где-то сначала опять же все в экспериментах сразу может не получиться это вот 280 поставим и project не жмем и нажимаем дайна мэш смотрим как изменилась модель вот вы видите насколько изменилась модель она сейчас весит уже 40 тысяч и в принципе вот этим уже можно идти в блендер вот так все это дело тут где-то еще выгладить сетка конечно не ахти какая ну то есть то есть и вот сейчас сохраним сначала посмотрим что у нас тут сеткой вот выровнялась сетка все стало полностью и на шее квадратную и тут квадратная вот это уже модель пойдет ее примет блендер также можно нажать вот на эту модельку на нижнюю и сделать допустим ну projectile отключим видимость нижней модели ну опять же кое-где подкорректировать ну и можно еще добавить допустим ctrl D это дивайды чтоб более-менее все это дело сгладить ну уже у нас получается 164 тысячи полигонов ctrl Z ну пускай будет 100 так сначала давайте сохраним вот эту 40 тысяч экспорт нажимаем опять же рабочий стол и назовем ее ну допустим после зебры 40 тысяч 40 поставим чтоб помнить и сохранить еще один вариант смотрим это так это ctrl Z вот вот такая опять у нас модель на исходном кстати переключаться можно между этапами работы вот здесь возвращаться на шаги назад на шаг вперед приближаться ну попробуем теперь ZRMESH как он себя поведет заходим в геометри и находим ZRMESH потерял вот ZRMESH здесь здесь вот есть адаптив дублирование SEMHALF короче разная сетка можно больше ее сделать уменьшить и так далее тут разные вы уже по прошлым роликам наверное видели вот можно адаптив выключить адаптив адаптировать сетку слов так смотрим что тут вот вы видите сетка стоит на сотке аж это не надо сетка ставим где-то чтобы она не сильно мелкая была и не сильно большая ну где-то по серединке ну и попробуем нажать ZRMESH сейчас вверху начнется прогон и если где-то он заторвите он идет быстро 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 это показывает то что вроде тут нормально сетку он начал делать а потом застопориться и если не пойдет дальше то будем уже решать проблему ну после DYNAMESH он должен пойти вот так вот изменило секта вы видите насколько она стала приятнее и ласковее, нежнее. И вот эти артефакты, вы видите, что ZRMESH их просто поубирал. Вот. На шляпе их тоже нет. Он сетку сделал красиво, нормально. Насколько эта сетка потом будет подходить куда-то в другие программы, я в этом, конечно, не очень подкован, не лазил. Модели во многие программы не закидывал. Ну и вот давайте теперь вот этой модели. Вот 29 тысяч она весит. И в принципе, можно ей сделать projectile, детали добавить вот эти вот все. И жмём projectile. Так, смотрим, что да как. Отключаем. Поле F отключаем. Вот она более-менее чёткая стала. Ну, не так, чтобы сильно что-то появилось. Ну вот есть кое-какие места. Ну, это можно их чуть-чуть доработать. Потому что на той модели они были. Ну, главное лицо и что голова вот не исказила сильно. Просто полигоны вылезли. Ну, это уже не беда. Таких разрывов нет. Ну, и давайте попробуем вот эту теперь модель, как она себя поведёт именно в блендер. Стоит эту сетку применять, не стоит. Пишем полван the remesh. Всё, идём в блендер, смотрим вот эти две модельки, как они будут себя вести. Так, вот на этом скелете не будем проверять. Давайте откроем новый общий. И ещё один способ проверки скелета. Посмотрим. Так, длина на мпаде. Файл именно import ops формат. И первую экспортируем. Давайте модель вот эту. Так, как она у нас называлась? после зебры вперёд. Загружаем. Это 40 тысяч. Это тройка на нампаде. MOV s скел уменьшаем. Ну и теперь вот сюда поднимаем единицы на нампаде. z и вот так сейчас будем смотреть. Select box добавить. Сразу добавляем арматуру. Одну g поднимаем и ставим её вот так отображение во viewport спереди, чтобы видеть. Ну и просто её давайте привяжем на модель shift на кость и ctrl p с автоматическими весами. вы видите, что первая модель после Dynomesh изумительно привязала косточку и теперь можем зайти и допустим вот R в режим позы и вот G её вот трогать там перекручивать. Вот эта модель уже работает. Она лёгенькая и в принципе всё вот можно её тут что хотите вставляйте скелет и так далее. Так смотрим следующую модельку возвращаемся так да ладно не возвращаемся а уж по новой object не сохранять. delete cube и теперь файл import подгружаем после Dynomesh находим рабочий стол и где она у нас тут болван Dynomesh вот import так тройка на numpad numpad это клавиши под правой рукой типа каркулятор ну теперь опять же S уменьшаем приподнимаем вот опять ещё вот хотелось бы обратить внимание что камера вот установлена тут и модель желательно делать ну где-то вот тут вот таким вот образом уменьшать её вот так так единица на numpad select box добавить арматура одна кость добавляем косточку G подтягиваем сюда и ставим отображение во viewport так отображение во viewport спереди ну теперь нажимаем на модель shift на кость ctrl p с автоматическими весами и смотрим как поведет себя после zermesh вот вы видите она прикрепилась еще быстрее чем после dynamesh ну и опять же заходим в режим позы нажимаем на косточку r и вот после zermesh все это дело G переносится косточка прилипла так смотрим что еще тут можно нажимаем на кость и нажимаем так на модель рисование веса смотрим что у нас тут веса покажут и вот можем тут тутышки рисовать весами ну и сейчас покажу что может дальше вот этот персонаж первое это так открыть хотел сделать ролик по походке ну ну вот ролик ходьба так на первую позицию и вот так вот болван ходит еще есть какой вариант вы видите что находится центр под ногами и вот это полоса ноги уходят за как его называют пивот вот этот и все крутится на одном центре вот так такая происходит анимация теперь можно все это дело привязать кривой и этот персонаж будет ходить так опять же с лицевой стороны единица на нам паде это все выглядит вот в таком духе вот такая штука и теперь давайте посмотрим как этот гражданин бегает конечно еще сыровато все так кости рабочий бег сжег кости так открыть не сохранять болван бег открыть файл открыть для ролика тройка на нам паде и вы видите что здесь уже бег происходит вдали от пивота вот этого центра и как это все дело выглядит вот так все гражданин бежит и исправить вот эту ошибку каким образом можно ставим на паузу находим допустим первый кадр вот так вот выбираем весь объект и нажимаем move и потихоньку возвращаем этого объекта именно так чтобы он одна нога была за пивотом а этот пивот был вот на другой стороне и жмем A и положение вращения лок рот и вот так вот исправляем вот эту ошибку каждый кадр вот так теперь ставим и A и положение вращения если вы где-то вот не так где-то что-то отметили то смотрите вот этот кадр который не нужен вам его просто можно дэлит или вот тут можно его удалить через альт выбрать кадр второй вот и нажать дэлит удалить ключевой кадр ну и тут тоже если вы где-то промахнулись допустим вам нужен вот этот кадр а вот этот кадр можно просто дэлит удалить ключевой кадр и вот у вас он уже работает в центре ну остальные кадры тоже можно менять если только вот эта вот штука к чему классно если здесь у вас какой-то камень здесь какой-то обрыв и вот он должен бежать и перепрыгнуть через обрыв на другую сторону вот такой допустим кадр то вы его ведете уже от центра именно до обрыва и потом уже производите прыжок или можете его вот так вот не вести а просто перетягивать потом допустим каким образом вот вы его выделили и вот он G добегает допустим где-то вот сюда до обрыва здесь он совершает какие-то манипуляции G прыгает здесь у него высота здесь у него пуск и здесь он приземляется уже на другой берег вот где-то в таком духе а пивот остается тут и все дальше накладываете ему вот эту часть бега не знаю получится нет или продолжаете скорее всего продолжаете бег и завершаете уже сцену потому что если вы прибавите первые кадры то он добежав сюда вернется и опять пойдет на прыжок вот такая штука в таком духе вот вы видите что он вернулся когда play нажал опять на свое место так все всем пока до свидания надеюсь я ответил на вопрос почему модель капризничает лагает и так далее всем пока не забывайте